В Самарской области стало снижаться число заболевших коронавирусом, как это скажется на ограничительных мерах. Без очередей и походов в поликлинику в Самаре во второй раз проходит единый день вакцинации в областной научной библиотеке. Остановить мгновенье ты прекрасно в городе наградили победителей фотоконкурса «Самарский взгляд». За сутки в Самарской области зафиксировали 1529 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала наблюдения в регионе заболел 172 351 человек. Такие данные во вторник 23 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 856 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 123 548 пациентов. Впервые за два с половиной месяца в регионе зафиксировано снижение заболевания коронавирусом. Об этом говорили на оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Он прошел в режиме видеоконференции под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Какие решения были приняты в нашем сюжете? По словам руководителя Роспотребнадзора Светланы Архиповой, если позитивная динамика сохранится и на этой неделе, можно будет ослабить ограничительные меры. Сейчас 35% всех заболевших в Самаре, 19% в Тольятти. Отмечено увеличение числа случаев коронавируса среди детей до года, а также среди тех, кто старше 65 лет. По остальным возрастам зафиксировано снижение. Мы все семьи с детьми до года знаем, поликлиники, участковые врачи детские работают. Но еще и еще раз, по всем таким темям, где маленькие детки, инструкции, разъяснения, пояснения, как себя защитить, защитить ребенка, насколько опасны контакты. Что касается пожилых, то одна из причин высокой заболеваемости – недостаточный уровень вакцинации. Губернатор распорядился усилить адресную и разъяснительную работу с этой возрастной группой жителей. Людям старше 65 лет нужно как можно быстрее сделать прививки, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезней и осложнений. Здесь работу нужно организовывать во всех муниципалитетах. Центр составил обслуживание вам в помощь, но это в первую очередь. Подымовой обход, предложение, обзвон, просьба, приглашение и так далее. Период нерабочих дней, введенный в регионе на неделю раньше, чем по всей стране, замедлил распространение инфекции. За минувшую неделю снизилось и количество заболевших ОРВИ и вне больничной пневмонии. В целях профилактики продолжается вакцинация от гриппа. В область недавно поступили 260 тысяч доз вакцины. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, число амбулаторных пациентов снизилось. Сейчас в больницах лечатся 5272 человека. Свободный коечный фонд почти 40%, что позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделение Самарских горбольниц номер 8 и 10, медсанчасти номер 5. Для того, чтобы обеспечить безопасность пожилого поколения, транспортные карты тех, кто не прошел вакцинацию, блокируются. Глава региона отметил, что ему поступает много жалоб по процессу разблокировки. Совершенно не понимаю, почему мы не в состоянии организовать работу, когда эти транспортные карты индивидуально буквально с людьми отрабатываются. А не надо пенсионерам, ветеранам ехать в одну точку в Самаре. Не понимаю, в чем дело. Что касается беременных женщин, то в 2021 году заболевших коронавирусом среди них зафиксировано в три раза больше, чем годом ранее. Для профилактики COVID-19 им можно прививаться вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК на сроки после 22 недель беременности. На сегодня привито 17% беременных. В целом в регионе привито 73% от плана. Виктория Шарая, События. Масштабный выездной пункт вакцинации от коронавируса организовали в здании областной библиотеки. Привиться на Ленина 14 могли все желающие с 8 утра. Для проведения единого дня вакцинации привлекли десятки медиков и волонтеров. Как показала практика, за один такой день удается охватить более тысячи человек. Это только начало. Уже завтра в областной столице запустят марафон вакцинации. Где именно узнала Гульфия Сафина. На войне все средства хороши. Вчера Ленинка, а сегодня место проведения единого дня вакцинации. За моей спиной раскинулся почти на тысячи квадратах. Самый большой прививочный пункт в регионе за всю историю пандемии. Больше охвата, меньше рисков. Здесь работают более 20 бригад медиков из разных больниц Самары. Кто вы и из какого района не имеет значения. Главное иметь при себе паспорт и пройдя осмотр врача получить прививку. Полное разделение потоков происходит. Люди сами чувствуют себя уверенно и надежно в том, что они не пересекутся ни с какими вирусными агентами. Очень много положительных отзывов даже во время осмотра люди выражают. Поэтому замечательная идея именно выездных таких пунктов. И плюс ко всему поликлиники тоже разгружаются. Впервые испытали областную библиотеку на проспекте Ленина в качестве масштабного прививочного пункта ровно 21 день назад. А сегодня, спустя три рекомендованные недели, тут же можно завершить иммунизацию вторым компонентом. Из представленных препаратов «Спутник Ви» и «Эпи-Вак Корона». Сегодня вы себя хорошо чувствуете? Хорошо. Уже повторную вакцинацию в просторном зале книгохранилища решил пройти и шеф-редактор сайта «Самары ГИС» Александр Кочетов. Впечатления от первого и второго единых дней вакцинации самые положительные. Ну, про акцию я узнал, естественно, из новостей. Почему решил прийти? Потому что все-таки здесь достаточно большое пространство, сразу много бригад врачей, то есть все очень быстро, нет никаких очередей, то есть буквально пришел, все заполнил, укололся и ушел. Мы стремимся к достижению 80-процентного охвата, но не хотим на этом останавливаться. То есть чем больше, тем лучше. Ведь проблема в том, что нужно не просто достичь какой-то формальной цифры, нужно достаточно быстро вакцинироваться, ну, чтобы не угасал иммунитет у ранее привитых. Поэтому вот сегодня мы проводим второй день, ну, фактически третий, потому что было два дня, в областной библиотеке. И с завтрашнего дня начинаем пока месячный марафон до конца года в медицинском колледже Ляпиной. Уже 24 ноября в среду в колледже имени Нины Ляпиной открывается еще один прививочный пункт. Он будет работать ежедневно с 9 до 20. Напомним, сегодня в регионе работают 173 стационарных прививочных кабинета при больницах. 10 из них круглосуточно. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. В торговых центрах города продолжается работа по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Согласно постановлению губернатора области Дмитрия Азарова, в регионе действует ряд ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Как прошла очередная проверка, расскажет Максим Магомедов. Представители районных администраций в усиленном режиме мониторят объекты потреб рынка на предмет соблюдения антиковидных мероприятий. В фокусе внимание специалистов соблюдение масочного режима, выполнение графико-санитарной обработки помещений контактных поверхностей, а также наличие разметки для соблюдения социальной дистанции. Обращать внимание на нахождение самарцев на объектах торговли и услуг сертификатами о вакцинации или QR-кодом. При отсутствии таковых посетители должны иметь при себе результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании. В этот раз мониторинг провели в одном из торговых центров города на Южном шоссе. У вас так часто проводятся дезинфицирующие мероприятия и что они в себя включают? Дезинфицирующие мероприятия включают в себя протирку кассы, протирку монетниц, протирку тележек. Это то, что касается покупателей руками. Мы полностью 100% предняты. Каждое утро мы замеряем температуру. Здесь у нас в принципе уголок для наших покупателей. Вы здесь можете взять маску, одноразовые перчатки, ну и естественно презинфицировать руки. Выявляем правонарушения, которые могут происходить как со стороны граждан, так и со стороны работодателя или предпринимателя на территории торгового центра. Мы отправляем собранные материалы во временный традиционно-распределительный центр, в котором находятся специалисты, которым дано право составления протокола в возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе проверки обращают внимание на наличие масок у продавцов-консультантов и покупателей, смотрят график дезинфекции помещения и журнал регистрации измерения температуры сотрудников. Только за прошлую неделю выявили 12 нарушений, а с начала года их уже более 300. Штрафы за несоблюдение ограничительных мер внушительные. На физических лиц они доходят до 30 тысяч рублей, для предпринимателей от 100 до 300 тысяч. Повторное правонарушение влечет наложение штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. У нас крупный торговый комплекс, и поэтому проверки проходят довольно-таки часто, а нарушений у нас не выявляется. Проверяют журнал замера температуры, проверяют журнал выдачи маски сотрудникам, проверяют диспенсеры, проверяют разметку в торговом зале, проверяют журнал уборки, потому что каждые 2 часа должна быть дезинфекция. Проверяют дезинфицирующие средства, наличие. Для обеспечения безопасности посетителей на территории торгового центра работают сотрудники клининговой компании, в обязанности которых входит регулярная мойка и дезинфекция всех контактных поверхностей. На данный момент торговый центр – это ковид-фризона для наших посетителей, которая обеспечивает полную безопасность и некую уверенность о том, что можно сделать покупки в безопасном пространстве. Мы контролируем своих партнеров. У нас существует правило работы торгового центра, которое обязаны соблюдать все арендаторы. В данные правила с некоторых пор внесены требования о соблюдении всех постановлений губернатора Самарской области и постановления санитарного врача Самарской области. С 15 ноября фудкорты вернулись к своей работе, поэтому в ходе проверки не обошли стороной места приема пищи. Здесь проверяют соблюдение сотрудниками ресторанов быстрого питания требований о ношении средств индивидуальной защиты. Особое внимание уделяется регулярной дезинфекции мест общего пользования и киосков самообслуживания. Я посмотрел, у вас здесь разметка социальная присутствует и столики, за которыми кушают люди. У вас дезинфекционные мероприятия как часто проходят в этих местах? Раз в полчаса протирают киоски. Есть специальный человек, который следит за этим, да? Ну, специальный человек есть, да. Вот, собственно, потом, если курьер, еще у нас доставка есть, им замеряем температуру при выдаче доставки. Мониторинг торговых центров и объектов потребительского рынка проводят ежедневно, включая выходные дни. По результатам проверки нарушений выявлено не было. Максим Магомедов, Максим Гусев, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Медработникам Самарской области за наиболее востребованные специальности повысили подъемные. Кто и сколько получит? Расскажу об этом сразу после информации о российском бюджете. Поступление налогов в российский бюджет за 10 месяцев взлетело на 37% до 23 триллионов рублей. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Данил Егоров на встрече с Владимиром Путиным. По итогам года показатель станет еще больше, увеличившись на 7 триллионов рублей. Глава налоговой службы также заявил, что ведомство собирается отказаться от декларации о доходах по форме 3 НДФЛ. Она является стандартной для физических лиц. В будущем для имущественных вычетов также не придется сдавать декларации, поскольку они станут автоматизированными. Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий передачу Пенсионному фонду России полномочий по назначению ряда мер социальной поддержки, которыми в настоящее время наделены власти регионов. Речь идет о пособии по уходу за ребенком, по беременности и родам, единовременного и ежемесячного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, а также единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Согласно документу, ПФР может получить данную компетенцию с 1 января следующего года. Медикам Самарской области за наиболее востребованные специальности повысили выплаты подъемных. До конца года средства получат 450 молодых специалистов, которые трудоустроились по дефицитным и особо востребованным медицинским специальностям. Таким образом, число получателей ожидается в полтора раза больше, чем в прошлом году. Размер выплаты не менялся 8 лет и составлял раньше 166 тысяч рублей. Губернатор Дмитрий Азаров поручил увеличить суммы. Теперь подъемные медикам составят 200 тысяч рублей. А для наиболее дефицитных специальностей – это врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи, анестезиолог, реаниматолог, педиатр, психиатр – подъемные составят 300 тысяч рублей. Напомню, что выплату получают врачи и специалисты со средним медицинским образованием, трудоустроившиеся в год окончания учебного учреждения в государственные учреждения здравоохранения на должности, которые считаются наиболее востребованными. Каждый из них обязуется отработать в выбранном учреждении не менее трех лет. Всего за время действия этой программы выплату в Самарской области получили более 2,5 тысяч молодых медработников. В самолете, выполнявшем рейс из египетского Шарм-эль-Шейха, в Самару было обнаружено тело 48-летнего мужчины. По словам пассажиров, сразу после взлета он направился в туалет и долго оттуда не выходил. Стюардессы пытались открыть дверь, но она оказалась заблокирована. С помощью пассажиров дверь все-таки открыли, выяснилось, что мужчина мертв. Об этом сообщили представители Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В итоге экипаж совершил экстренную посадку в Каире. Тело погибшего россиянина перенесли в багажный отсек, после чего самолет вылетел в Самару. Рейс прибыл в аэропорт Курумыч с задержкой во вторник, 23 ноября в 5.09 утра по местному времени. Далее коротко о других темах дня. С 30 ноября вступят в силу новые положения Трудового кодекса. Одиноких родителей с детьми до 14 лет освободят от командировок и работы ночью. Теперь отправлять таких сотрудников в служебные поездки, а также давать сверхурочную работу, можно только с их согласия. Помимо этого, закон устанавливает дополнительные гарантии для инвалидов и работников, которые ухаживают за больными родственниками при направлениях в служебные командировки. В Самарской области взяли под стражу мать и сына, которых подозревают в разбойном нападении на микрофинансовую организацию. Инцидент произошел в октябре в Жигулевске. Женщина и молодой человек в капюшонах напали на сотрудницу МФО и нанесли ей несколько ударов по руке обухом топора. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Злоумышленников удалось вычислить. Это местные жители. Женщина 1974 года рождения, которая работает охранником. Ее безработный сын 2001 года рождения. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. В ходе допроса подозреваемые признали свою вину и рассказали, что решились на преступление с целью наживы. В Самарской области транспортные полицейские задержали наркокурьера. Об этом сообщили в Средневоложком ЛУМВД России на транспорте. Правоохранители установили, что гражданин на легковом автомобиле заехал в лесополосу рядом с одной из железнодорожных станций на территории Волжского района, где из тайника закладки забрал объемные пакеты и положил в багажник. В этот момент мужчину задержали. Им оказался 44-летний житель Самары. Он перевозил более двух килограммов наркотиков. В личных вещах задержанного обнаружили служебное удостоверение и карту сотрудника несуществующего подразделения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Крымскую площадь украсила новогодние иллюминации. Электрики муниципального предприятия «Самара Горсвет» собрали конструкцию светодиодного фонтана. Какие еще световые украшения и где появятся, расскажет наш корреспондент Сергей Кизоркин. Светодиодный фонтан возвращается на Крымскую площадь после хранения на специализированном складе. В 2019 году пространство комплексно преобразилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», «Нацпроекты», «Жилье» и «Городская среда». Теперь площадь обретает праздничное убранство. Бригада электромонтеров муниципального предприятия «Самара Горсвет» собирает конструкцию практически на автомате. Хотя объект и сложный, признается мастер Вячеслав Лысов, за три года до мелочей изучили технологию. Последовательность сборки очень важна. В конструкции порядка полсотни элементов. Ребята у нас все специалисты, знают свое дело, каждый занимается своей операцией. Вот если вы можете наблюдать, одни работают внизу, другие работают наверху. Потому что из-за сложности фонтана приходится монтировать и сверху, и снизу одновременно. На установку фонтана ушел день. Электромонтажники работают в ускоренном темпе, чтобы справиться с большим объемом работ. При необходимости трудятся и в выходные. Сама конструкция на 12 вольт, она безопасна для жителей. Но на всякий случай от вандалов мы по периметру постамента, на котором крепится этот фонтан, еще размещаем специальную сетку, для того, чтобы люди все равно туда не проникали. На Крымской площади, кроме фонтана, в ближайшие дни появится и три светодиодных яблони. Но они будут крепиться к постаменту. За работоспособностью иллюминации будут следить постоянно. Восстановительные работы чаще всего приходится проводить в морозную погоду при резком перепаде температур. Ежедневно организуют дежурные объезды. На время монтажа новогодней иллюминации Крымскую площадь не закрывали. И горожане могли воочию оценить приготовление к торжествам. Выхожу из дома, а тут такой сюрприз. Уже идет во всю подготовку к Новому году. Радостно, что наш город приобретает какие-то особые краски и настроение праздничное. Спасибо. Светодиодный фонтан на Крымской площади, как и другая иллюминация, будет загораться и выключаться вместе с уличным освещением. Отдельные элементы, например, консоли на деревьях, планируют зажечь во второй декаде декабря. Масштабные светодиодные инсталляции появятся на площади Славы. Девятитонную конструкцию там планируют включить 3 декабря. Украсят также другие площади, городские парки, скверы и набережную. Впервые новогоднее настроение самарцам и гостям города подарит комплексно благоустроенная вертолетная площадка. Здесь засияют звезды, елочные игрушки, подарки и гирлянда бахрома. Установят светодиодную елку в сквере борцов революции. А на площадке возле Ледового дворца засверкают коньки и шары. Атмосфера сквера Аксаковых станет еще более сказочной благодаря появлению светового дерева. Всего в Самаре планируют установить свыше 7 тысяч конструкций. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, Константин Головин. События. В Самаре наградили победителей фотоконкурса «Самарский взгляд». Участие в нем принимают фотохудожники из разных уголков России. Работы победителей вошли в экспозицию, часть которой уже можно увидеть в стенах областной библиотеки. Подробности у Марии Левиной. Прожить несколько жизней за один день и везде уловить тот самый нужный момент. В профессию фотокорреспондента Алексей Белкин пришел 10 лет назад. Сейчас трудится в новостном издании, работает в Москве и Татарстане. Поделиться своими работами решил на серьезном в профессиональном комьюнити фотоконкурсе «Самарский взгляд» и взял гран-при. Нас же никогда не видно. Мы как бы все время стоим по другую сторону кадра. И хочется как бы в конкурсе помериться силами с другими своими еще более сильными коллегами. Конкурс «Самарский взгляд» задал мне новую планку и теперь я каждую съемку постараюсь сделать лучше. Больше полутора тысяч заявленных работ. География фотохудожников охватывает всю Россию. Пандемия, связав в некотором роде руки, заставила взглянуть иначе на то, что рядом. Главная тема выставки – минимализм и шагающий с ним рядом оптимизм. Ведь смысл не в том, чтобы ждать, когда закончится непогода, а учиться гулять под дождем. Они были, есть и будут великие фотографы. Мы долгое время жили в самоизоляции, в мировой самоизоляции, в своем лагере социалистическом. Сейчас мы открылись, у нас другая самоизоляция. Владимир Вяткин стал председателем конкурса, который на Самарской земле проходит уже в 12-й раз при поддержке Областного союза журналистов России. Победители выбрали по семи номинациям – «Настроение города», «События», «Природа» и другие. Увидеть фотоработы можно на втором этаже областной библиотеки. А зимой в галерее «Новое пространство» откроют выставку, куда войдет еще больше работ участников конкурса. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. История любви, которая понятна без слов, в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» прошла премьера спектакля «Фро» – театр лаборатории «Самое свое». Они стали победителями первого всероссийского конкурса «Рупор 63», который помогает молодым режиссерам представить свои постановки для публики. Подробности в следующем сюжете. Движение, музыка и свет. Все эмоции и переживания актеров на сцене понятны зрителям без слов. Это пластический спектакль «Фро» по мотивам одноименного рассказа Андрея Платонова. Современное прочтение советского произведения представляет режиссер Екатерина Макшанкина «Театр лаборатории. Самое свое». Это история о женщине-муж, который уезжает в долгую командировку. Постановка исследует чувства людей того времени через современные реалии, размывая временные рамки. Это потрясающе какое-то поле для исследования, для пластических каких-то ассоциаций, для рефлексии. У нас очень много было танц-этюдов в процессе подготовки. И мы обнаружили, что очень много параллелей и в современной музыке, и в советской, и в каких-то просто звуковых сочетаниях. В общем, мы очень много экспериментировали. Постановка ФРО вошла в тройку спектаклей победителей творческого проекта «Рупор-63». Такое название не случайно. Это шанс для молодых начинающих режиссеров, сценаристов и актеров заявить о себе. Конкурс открывает возможности для творчества, ведь нет ограничений по жанру или формату произведения. Каким будет спектакль, решают сами участники и представляют свои работы на суд экспертного жюри. Это студенты выпускных курсов всех институтов культуры и театральных заведений России. И это выпускники, которые еще не работают в театрах. То есть мы занимаемся тем, что мы открываем новые имена. И мы хотим, чтобы имена приезжали в Самару, молодые, творческие, креативные. И руководители театров, может быть, кого-то выберут. «Рупор-63» – совместный проект с ГИК и Самарского фонда развития культуры и креативных индустрий. В этом плане именно тот формат, который выбран на «Рупор-63», на самом деле очень здоровый. И я считаю, что это огромный потенциал для развития компетенции студентов, умения работать в команде и реализовывать проекты. Проект «Рупор-63» собирает работы для следующего конкурса. Уже прислали более 60 заявок. Проект становится международным. Среди участников не только самарские режиссеры, но и специалисты из других регионов России, а также стран ближнего зарубежья. В феврале они представят свои эскизы на очном этапе, а затем победители смогут реализовать свою идею и поставить спектакль на большой сцене. Светлана Кудрявцева, Андрей Григуленко, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!